26 апреля 2011 года. В подмосковной Балашихе начинаются судебные процессы. Подсудимая – женщина, которая несколько раз попадала в энциклопедию «Лучшие люди России». Она получила десятки различных наград, званий и почетных дипломов. Ее лозунг «Неизлечимых болезней нет». Удивительно чудо. Чудо. Такое чудо. Надежда Камперовна – это проводник Божьей на земле. Кто вылечился? Поднимите руки. Все вылечились. Надежду Антоненко обвиняют в мошенничестве. Вы прекрасно знаете, что это ложь и клевета. А пресса называет ее создательницей тоталитарной секты. Организация Надежды Антоненко в полной мере может назваться сектой, потому что здесь присутствует поклонение самой Надежде Антоненко. Люди называют ее наш врач и учитель. Я считаю, что эта шамлатанка – мошенница. Только ей нужны были деньги больше, ничего не нужно было ей. Суд над целительницей Надежды Антоненко вызвал ожесточенные споры в российском обществе. Можно ли вообще доверять целителям? Христос воскресе! Воистину воскресе! Кто эти люди? Одаренные уникумы или алчные шарлатаны? Для начала немного статистики. Сегодня в России трудится 700 тысяч дипломированных врачей. А вы знаете, сколько у нас в стране так называемых целителей? 800 тысяч. То есть на 100 тысяч больше, чем врачей. В одной только Москве, по данным правоохранительных органов, ежегодно к услугам целителей, экстрасенсов, травников и магов прибегает около полумиллиона человек. Альтернативная медицина, подобно мощному вирусу, заражает массы, проникая во все слои нашего общества. Почему же люди доверяют целителям? Знакомьтесь, Надежда Антоненко. О ее прошлом известно немного. По некоторым данным, Антоненко выросла на Брянщине. Там она в середине 80-х оканчивает педагогический институт, а позднее руководит местным дворцом пионеров. Но помимо диплома педагога, у нее есть диплом медсестры. Антоненко привлекают обе специальности. Она хочет и учить, и лечить. Я читаю лекции, я веду, учу, обучаю. Мое дело – обучить. Я веду вообще-то оздоровительную, образовательную деятельность. Реабилитация после тяжелых болезней. Оздоровление и образование. Свой первый оздоровительный центр Антоненко открывает в 90-м году в Стародубе. Но в 94-м он сгорает дотла. По утверждению Антоненко, в огне чудесным образом уцелели только Библия и несколько икон. Целительница воспримет это как добрый знак и переедет в Москву. В столице Надежда Антоненко откроет новый центр и начнет внедрять свой метод уже в широких масштабах. Мы Антоненко знаем очень давно, с 90-х годов. И я прекрасно помню, как она начинала, какой она была скромной, какой она была скромной просительницей, как она говорила о том, что лечит не она, лечит Господь Бог. Количество пациентов центра Антоненко растет в геометрической прогрессии. В 2010-м, всего за год до обвинений в мошенничестве и суда, Антоненко получает престижную медицинскую премию «Профессия жизнь» в номинации «Профессионал здоровья». Я бесконечно счастлива за такое большое доверие. Принимая эту большую награду, я обещаю еще больше трудиться на благо спасения людей. Основа курса оздоровления Надежды Антоненко – употребление специальной воды. Она стоит в закрытых банках на лекциях Антоненко. Пациенты считают, что когда Надежда Николаевна произносит православные молитвы, обычная вода меняет свои свойства и становится целебной. Легкая гнила у меня, когда сделали снимок, то у меня не было легкого левого. Не было левого легкого. А это потом, вот прошло много лет уже, понимаете, я так вот лечилась. Водичку эту пила, молилась, и у меня со временем выросла легкая, новая. Впрочем, подкреплять свои рассказы о чудесах медицинскими доказательствами пациенты Антоненко не спешат. Неужели я буду об этом говорить в лекарском плане? Не надо, это не серьезно. О существовании реальных доказательств мы знаем только со слов самой целительницы и ее пациентов. Например, Елена Кривоспицкая рассказывает, что у нее были удалены придатки, и она не могла забеременеть. После лечения гетородные органы якобы снова появились, и Елена родила сына. У нее есть выписка, что удален яичник, а теперь есть выписка, что есть яичник. Понимаете, это документ, это документально подтверждено. Ну, а самый главный документ – это Мишенька, которая в четвертом классе. Пациенты Антоненко пьют чудесную воду и вводят ее себе в организм посредством клизм и уколов. Они утверждают, что в результате хволь начинает покидать тело. Налила банки, вот эти три банки, и закрыла герметично. Мне было интересно телепортаться. Как же происходит с меня, выходит болезнь. Вот. И получилось так, что я все время наблюдала. При наблюдении я обнаружила вот такие хлопья в одной банке. Вот они, хлопья. А что это за хлопья? Это болезнь моя вышла. Это явление Надежда Антоненко называет телепортацией. Каким образом это происходит, она объяснить не может. Вот баночки. Телепортация-то была, не была и стала. То есть банка была закрыта. Банка была закрыта. Там ничего в ней не было. А потом в ней появились осадки какие-то. Вот это, кстати, тоже телепортация. Покажи, Миша, возьми. Была чистая вода. Пациенты приносят ее сами, и вдруг какой-то гриб образовался там. Самопроизвольно совершенно. Однако вылечиться при помощи таинственной воды удалось не всем пациентам Антоненко. Некоторые разочарованные подали в суд иски о мошенничестве. Был факт то, что у меня была третья группа инвалидности, а после нее у меня стала вторая. Во-первых, все мои болезни перешли в хронические. Мало того, что я еще после ее, у меня еще больше болезнь прекращалась. Была микроинфаркт, микроинфаркт была. Зубы все потеряла, зрели потеряла. Она вот это мне навредила очень много. Это своей водой. Лидия Акинфеева рассказывает, что на лечении рака молочной железы в центре Антоненко она потратила 20 тысяч рублей и два золотых кольца. Но рак так никуда и не ушел. Теперь Акинфеева лечит его не водой Антоненко, а настоем из мухоморов. Потому что она все равно верит в силу народной медицины. И не она одна. По данным социологических опросов, примерно каждый третий житель нашей страны хоть раз в жизни прибегал к услугам народных целителей, экстрасенсов и магов. Особенно популярной была альтернативная медицина в конце 80-х, начале 90-х. Звездами телеэкрана становятся экстрасенсы Анатолий Кашпировский и Алан Чумак. Они обещают исцелить миллионы людей от самых разных недугов. Кто из вас подал в прошлый раз в транс, он и сегодня упадет в это состояние. Ваши глаза закрываются только для одной цели, чтобы не отвлекаться. В 2000-е им на смену приходит Григорий Гробовой. Он утверждает, что лечит самую главную болезнь – смерть. За определенную плату Гробовой предлагает людям воскресить из мертвых, их родных и близких. Когда я начинал вот в это дело вникать, был, конечно, большой шоком для меня сначала. Потому что вот были такие случаи, когда люди Гробового назначали встречи, допустим, на кладбище. И родственники, которые уже заплатили очень большие деньги, это было где-то тысячи евро в те времена, это были большие деньги. С учетом инфляции, я думаю, сейчас это в районе 100 тысяч, как минимум, рублей. И люди приходили вот эти вещи, искали там детей, которые должны были ожить. Журналист Владимир Варсобин нашел способ, как вывести Гробового на чистую воду. Он пришел к нему на прием с фотороботом несуществующего человека. А Гробовой, не зная об этом, заявил, что воскресил его. Это позволило Варсобину привлечь воскресителя к уголовной ответственности. И Гробовой попал за решетку. Люди во время какого-то острого горя, когда нет уже больше никаких шансов, они ведут на все. То есть они верят во все. Это такое свойство организма, видимо, человеческого мозга так устроено, что хватает за любую соломинку и готов оплатить ее очень серьезными деньгами. Прессы, к сожалению, телевиденные же. Есть у нас шоу колдунов, у нас есть тематические целые газеты, посвященные разным экстравагантным происшествиям, типа чудесное излечение, НЛО и так далее. И в респектабельных газетах есть странички, где рекламируются колдуны. Это естественно, что это такая основа пирамиды, а дальше уже идет практическое применение всей вот этой атмосферы. Конечно, появляются люди, которые просто это делают деньги. Певец Витас – давний клиент известного в звездных кругах космоэнергетика Эмиля Багирова. Он меня проверил, проверил мою ауру, проверил мое общеэнергетическое состояние и сказал только одну фразу – Витас, ты пробит. И в то время он порекомендовал мне ходить на его сеансы. Я посетил несколько сеансов космоэнергетики и почувствовал себя замечательно. Витас искренне верит в экстрасенсорные способности целителей. Он доволен лечением у Багирова и регулярно прибегает к его услугам. Очень многое мы не видим, к сожалению. Да, есть, допустим, волна мобильного телефона, мы ее не видим, но она существует. Очень многие вещи, которые нас окружают на энергетическом, опять же таки, повторюсь, уровне, они не видны глазом, мы их не слышим, мы их не видим, мы их не чувствуем. Но они существуют. А вот бывшей солистке группы «Виагра» Татьяне Найник Багиров помочь не смог. Было очень тяжело все это на его сеансах и с ним общаться, но даже вот ни капельку. Ну, хоть бы я очень надеялась, но ничего. Тяжелая болезнь Татьяны поставила под угрозу ее сценическую карьеру. В отчаянии певица обращалась за помощью к экстрасенсам, знахарям и даже шаманам, но все безрезультатно. Воды очень много, заряжали воду, литрами я эту воду пила и обливалась, что я только с водой это не делала, но тоже ничего. У всех кто во что гораст, вот у каждого, в основном, конечно, они похожи, но у каждого свое, какой-то своя, не изюминка, а свой почерк. В конце концов Татьяна поняла, что бегая по целителям, она запустила свою болезнь и обратилась к обычным докторам, которые ее и вылечили. Благо, успела вовремя, и болезнь была не смертельной. К счастью, я знаю хороших врачей разных специальностей, ну, так вот жизнь сложилась. И мне есть, что порекомендовать друзьям. И ни в коем случае я никому не посоветую обращаться ни к каким целителям, ни к платным, ни к бесплатным. По данным правоохранительных органов, годовой оборот целителей, колдунов, ясновидящих, достигает в России 2 миллиардов долларов. Этот оборот с каждым годом продолжает расти. Деньги – это энергия, и чтобы работало лечение, работала вот эта помощь, нужно уравновешивать деньгами. Просто баланс энергетический, иначе помощь не сработает. У многих лжецелителей есть отработанная схема. Как сделать так, чтобы отчаявшийся пациент отдал им как можно больше денег? Если он нашел это объявление по газете, если там пришел в кабинет, а там все темно, ничего не видать, вот, ему говорят, что на вас порча, и принесите там завтра 100 тысяч рублей, конечно, это вы попали к мошеннику. Настоящий целитель никогда с вас не будет требовать оплату до окончания услуги. То есть обычно идет оплата по результату.